Вот казалось бы, ну не может уже дорожать то, на что и так заоблачные цены. Нет, всё-таки дорожает. Опять появились новости о росте цен на лекарства. Людям уже приходится тратить несправедливо большие деньги даже на самое простое лечение. Но и это ещё не предел. Эксперты прогнозируют, медикаменты снова вырастут в цене. Почему это происходит и насколько подорожают препараты, разбиралась любовь кукла. Бензин, одежда, продукты, а теперь и лекарства. Конечно, дорого. Дуже дорого. Только от взгляда на ценники в аптеках поднимается давление. 500, 400. Чеки показать. Болезнь сейчас дорого, а будет ещё дороже. Прогнозирую, где-то 10-20% зростания продовольствия года. Цены вырастут на все лекарства. В первую очередь на импорт. Всё из-за курса доллара. Я неодноразово наголошу, что цену на лекарские средства формуют выработники. Как витчизненные, так и иноземные. Выходясь так же с курса доллара объявляют. Плюс никто не отменял подорожание ресурсов, таких как электроэнергия, вода, газ и всё інше. И хоть на аптечных полках много украинских препаратов, они уже догоняют в ценах импортные. Особенно раскошелиться украинцам придётся именно сейчас, зимой. Ведь нынче разгар сезонных болезней. Болеют все, и взрослые, и дети только в Киеве на карантин из-за гриппа. Закрыли десятки школ. Поэтому сейчас в аптеках аншлаг, скупают всё сезонное, против простуды. Во сколько же обойдётся украинцу минимальный противогриппозный набор? Капли от насморка в среднем 50 гривен, жаропонижающие больше 100. Сироп от кашля в такую же цену. В итоге, ни много ни мало, а 300 с лишним гривен. И это только базовые препараты. Больше всего подорожание лекарств бьёт по карману пенсионеров. Надежда Бутенко в свои 71 не понимает, как можно жить без таблеток. Почти 15 лет назад женщина перенесла инфаркт. Поэтому пилюли прописали ей пожизненно. А ещё не знает, как выжить на одну пенсию. Ведь на лекарства уходит половина. 800 гривен. 800 гривен. А какого спать? Я стыдно казать. 10950 гривен. Женщина живёт в маленькой квартире. Чтобы хватало на лечение, экономит на всём. Особенно на еде. Скромный обед. Картофельное пюре. С таблеткой. А к сердцем. Это шутит её главная пища. Каждый день. Одна кончается, иду по другой. Я ж багато брать не могу. А листочок? Листочок взяла. А шо той листочок? 14 таблеток. Походы за таблетками для женщины, как утренняя зарядка. По расписанию. И вот очередной визит в аптеку. Берёт немного. 4 упаковки. Этого и хватит на неделю. Сумма 600 с копейками. За что жить ещё месяц до очередной пенсии? Казалось бы, выход есть. Для пенсионеров в Бенздраве придумали альтернативу. Программа «Доступные лекарства». С этой попытки её даже удалось запустить. По задумке всё очень неплохо. Лекарства для асматиков, сердечников, гипертоников и диабетиков можно купить за сущие копейки. Но это только на словах. В жизни схема таким дала сбой. Таблеток на всех не хватает. Да и те, что есть, подходят не всем. Нашей героине, Надежде Бутенко, даже доктор их запретил. Да, участие аптек в программе добровольное. И частные аптеки, которых большинство соглашается на неё крайне неохотно. Потому что, ну, явно невыгодно. Низкомаржинальный товар. Товар там копеечный, на который не поставишь большую наценку. Жди возврата денежного и так далее. «Доступные лекарства» от Бенздрава – единственные товары на аптечных полках, которых подорожание почти не коснётся. Правда, они настолько доступны даже без скидки, что по карману почти каждому пенсионеру. А вот те, что доктор прописал, вырастут в цене. По оценкам экспертов, процентов на 20. Любовь кукла, Сергей Килибник, Вадим Сверидонов и Оксана Алексеева. Подробности недели. Телеканал Интер.